Случись пожар, наводнение, взрыв или другая чрезвычайная ситуация, первыми на место прибывают спасатели. Такая работа требует от человека обладания знаний в самых разных областях, от психологии до альпинизма. Александр Васильев в этой профессии уже больше 16 лет. Он спасатель первого класса, имеет медицинское и педагогическое образование. До этого 10 лет проработал в областной больнице, после чего решил изменить свою жизнь. Что послужило? Не знаю, наверное, какая-то любознательность, что ли. Решил попробовать что-то новое. Решил, что это как раз то, что нужно. Такая мужская суровая профессия. Пожарный спасатель. Александр Васильев также является и водителем аварийно-спасательного автомобиля «Химспас». В его машине есть все для того, чтобы спасти человеку жизнь. Бензорезы и бензопилы, альпинистское снаряжение, дыхательные аппараты и многое другое. Для работы с этим инструментом, в принципе, нужно обладать еще и определенной физической силой. Ну вот, например, для сравнения. Тяжелый. Он весит почти 13 килограмм. С помощью этого инструмента автомобиль можно превратить в кабриолет буквально за 5 минут. Удивительно, но самыми необходимыми и часто используемыми инструментами спасателей оказались лом и кувалда. Без них не проберешься через завалы и не проникнешь в закрытое помещение. Но важнее всех инструментов навыки и смекалка. Когда-то давно-давно, в 2005 году, когда я еще только пришел в эту профессию, мы не умели еще толком ничего делать. Поэтому зачастую покупали замки в магазинах, разбирали, смотрели принципы их действия, как они работают, что надо выкрутить, что надо вкрутить, где надо дырочку просверлить, чтобы что-то там случилось, чтобы что-то там открылось. Спасатель первого класса регулярно принимает участие в учениях, ведь необходимо постоянно держать себя в форме и быть готовым к любым неожиданностям. Хотя зачастую такие тренировки сильно отличаются от того, что происходит в реальности, потому что созданные условия приближены к идеальным. Несмотря на это, они все равно необходимы, рассказывает Александр. В жизни же бывает такое, что задымления не позволяют вообще даже встать в полный рост. Зачастую бывает такое, что буквально на вытянутой руку ничего не видно. Поэтому, да, тренировки они хороши. Для чего? Для того, чтобы просто ознакомиться с тем или иным местом, где возможно, вероятно, когда-нибудь будут какие-то ликвидации ЧС. Являясь волонтером Международного Красного Креста, Александр Васильев регулярно проводит занятия с жителями городского округа. Рассказывает о том, как правильно оказывать первую помощь и как себя вести в опасных ситуациях. Для наглядности, постоянно держит при себе особенный чемодан. Благодаря тому, что находится внутри, его занятия проходят максимально наглядно и познавательно. В чемодане у меня есть перевязочный материал всякий разный, бинты, всякие разные спасательные одеяла покрывала для того, чтобы можно было укрыть пострадавшего. Вот. Ну, собственно говоря, и все. На самом деле, для нормального инструктора этого вполне достаточно. В этом году Александр был признан лучшим спасателем городского округа, а еще совсем недавно он стал лауреатом доски почета. Это заслуга больше не моя, это заслуга той команды, в которой я работаю, поскольку один человек, он по большому счету в этой профессии сделать ничего не может. Про множество наград, грамот и поощрений химкинский спасатель говорить не любит. Слишком скромен. Куда приятнее слова благодарности от десятка спасенных им людей. Он уже давно доказал свою преданность профессии.